Налог на свет, новые способы выявления нарушителей на дорогах и непрекращающиеся сборы расплачиваются За дешевую нефть кировчанам становится все сложнее Выйти в прямой эфир из самого центра города может каждый Кировская полиция создала видеосервис для экстренного реагирования на происшествия В Кирове создадут жалобное приложение для мобильных телефонов С помощью сервиса можно будет оперативно сообщить о ямах и гололедя на дорогах, а еще найти свободную парковку Киров готовится к соревнованиям ралли «Вятка» Гонщикам предстоит ориентироваться ночью по карте, ездить по льду и при этом не нарушать правила дорожного движения В Дворце культуры Родина прошел ливень В Киров привезли уникальное танцевальное шоу «Под дождем» О главных событиях среды 16 декабря расскажет информационный канал «Город» Студия Артем Панекаровских Здравствуйте Министерство энергетики предлагает ввести новый сбор, так называемую абонентскую плату За пользование сетями электроэнергии На фоне уже введенных сборов за капремонт, за проезд по федеральным трассам у дальнобойщиков Новых способов выявления нарушителей ПДД и пересмотра социальной части бюджетов, в том числе и Кирова Налоговики и экономисты заговорили о том, что это и есть та самая компенсация за слишком дешевую нефть Они много говорили, а теперь можно наблюдать или даже участвовать Это, знакомьтесь, паркон знает запретные для стоянки и остановки места в городе И во время движения записывает номерные знаки машин-нарушителей Они часто стоят на односторонней с паской Письма счастья владельцы машин получат в течение суток, может немного больше За две с половиной недели декабря водители пополнили бюджет уже тысяч на триста Проблемы с запуском этой системы тянулись с апреля И все же разрешились Сам прибор был готов к работе Не могли юридически определить, каким образом выносить постановление То есть была сложность в вынесении постановления Сейчас эта проблема преодолена Дело региональной важности, тем более после слов Никиты Белых о том, что каждый штраф должен быть оплачен Мера, как принято говорить, непопулярная, но зато сразу двух зайцев И порядок навести, и бюджет пополнить Новая система парку, она уже выявила с начала декабря больше двухсот нарушений правил парковки Это при том только по определенным участкам дорог Ведь перед тем, как экипаж выходит в город, он проходит сложные процедуры согласования конкретных маршрутов И вот, к примеру, Октябрьский проспект с его разделительной полосой и большим количеством машин Пока ни в какой маршрут не входит, а ведь фактически здесь можно найти сотни нарушений Еще одна новая, непопулярная, но как ни крути, воспитательная мера Тайный патруль, то, что в этой серебристой 14-й едут дорожные инспекторы, да еще и с камеры Вокруг никто не знает, это и подводит Конечно удивляются, гражданская машина едет, внешнего вида А там сидят сотрудники и снимают Вот и водитель Александр поторопился и не заметил знак Теперь подписывает протокол Я же не всегда нарушаю, получается так, я тоже как человек То есть это сделал нецеленаправленно, скажем так В дела дефицитно-бюджетные в прислужбе госавтоинспекции не вмешивается Даже после поручений другим ведомствам более качественно собирать налоги, сборы и штрафы Предпочитает говорить только за себя Оно и правильно Основная наша задача это предупреждение дорожно-транспортных происшествий Не количество наказанных водителей за нарушение правил дорожного движения А возможно формирование внутреннего сознания каждого водителя Что он должен соблюдать правила дорожного движения И должен не для сотрудников госавтоинспекции, а для себя Тем временем депутат Дмитрий Русских размышляет о том Почему непопулярных мер под конец года заметно прибавилось Во-первых и в последних, потому что нефть стоит не 130 долларов, а 37,90 за баррель И чем-то нужно компенсировать Уже в том объеме, который мы получали в бюджет денежных средств от нефти Уже столько нет И вернее всего, что уже больше никогда не будет То у нас есть второй потенциал у власти Второй потенциал это население В общем-то, как бы неограниченный на самом деле потенциал Отчаянию большинства своих депутатских коллег Дмитрий Русских завидует Они уже отчаянно проголосовали за капремонт За сокращение расходов на малообеспеченных и многодетных За адресность льгот на проезд в общественном транспорте И за отмену помощи молодым семьям с ипотекой Сэкономили миллионов под 300 в областном бюджете 2016-го А экономией бюджета городского занялся Владимир Быков Непопулярных мер там тоже было достаточно Коснулся и бизнеса, и даже зарплаты самого главы В эфире радиостанции Владимир Васильевич заявил, что не будет индексировать себе и коллегам зарплату А Дмитрий Русских смеется Там и без индексации все красиво На столе расчеты от руки Как в 2012-м глава получал в год миллион девятьсот А на 2016-й И в 2016-м году в бюджете города Кирова Написано, что на городскую думу будет тратиться Семьдесят почти четыре миллиона рублей Из них глава города составляет Два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч То если мы там примерно прикинем Это уже где-то двести двадцать тысяч То вот буквально с 2012-го года Владимир Васильевич подрос почти на миллион Дмитрий Русских не понаслышке знает и про то, как неприкосновенно у чиновников услуги санаторно-курортного лечения Кировские учителя об этом и не мечтают Просто надеются на декабрьскую зарплату Поговаривают, что деньги выдадут только в конце января Впрочем, в Забайкальском поселке Приоргунске учителя уже бастуют А самарский мэр Олег Фурсов празднует юбилей на 10 миллионов и угощает гостей шотландским лососем А сложный федеральный, соответственно, региональный бюджет диктует экономить и пополнять Артем Панекаровских, Максим Скачилов, информационный канал Город Выйти в прямой эфир из самого центра города может каждый Кировская полиция создала видеосервис для экстренного реагирования на происшествие Тревожные видеокнопки сегодня появились в четырех точках города Устройства установлены на площади Конева и Лепси у вокзала и у драмтеатра Аппараты можно найти снаружи на постах полиции Каждый, наверное, житель нашего города в новогодние праздники побывает здесь на театральной площади А наряд не может постоянно находиться здесь на месте Соответственно, у него есть зона обслуживания определенная, заявки и так далее Если гражданина необходимость возникла, обратиться к какому-то поводу, к наряду сюда же Он подходит, кнопку нажимает, его видят в дежурной части Видео с камеры передается в дежурную часть в режиме реального времени без перерывов Помимо прочего, уверены в полиции, постоянные трансляции убережет устройство от вандализма Полиция отрепила в чем-то ночь Здравствуйте, у меня двое, нечестно, подите ли сотовый телефон А где адрес какой? Московская и Карла Маркова на перекрестке Сколько человек было? Сколько? Сколько я? Хорошо, ожидайте, сейчас к вам подъедут До 20 срочно продвигайтесь, театральная площадь У поста полиции находится гражданин Иванов Сколько что у него отобрали сотовый телефон В случае кражи мобильного, такие устройства могут быть особо востребованы Впрочем, в предстоящие новогодние праздники в полиции и администрации оценят эффективность видеосвязи Установили аппараты в рамках программы профилактики экстремизма и терроризма На нее ежегодно выделяется 2,5 миллиона рублей И прежде на эти средства в городе устанавливали лишь камеры уличного видеонаблюдения В Кирове создадут жалобные приложения для мобильных телефонов С помощью сервиса можно будет оперативно сообщить о ямах и гололеде на дорогах А еще найти свободную парковку Подробности далее эфир продолжает рубрика короткой строкой Расходы на Великорецкий крестный ход увеличатся На проведение двух мероприятий Самантуи и крестного хода потратят на четверть миллиона больше, чем в этом году При этом оплаты услуг спасателей для сопровождения паломников А также затраты на печать открыток ко дню победы уменьшатся более чем на 700 тысяч рублей В Кирове может появиться Вятская гавань За такое название новой улицы в Порошино кировчане голосуют на сайте администрации города Среди предложенных также варианты Улица Академика Миронова и улица Художника Колчанова Опрос продлится до конца декабря Для жалоб на коммунальщиков могут создать мобильное приложение Подобным уже пользуются жители столицы Сервисы помогают быстро найти свободную парковку Узнать информацию о штрафах, сроках отключения воды Пожаловаться на невывезенный мусор, гололед во дворе и ямах на дорогах Возможно, уже в следующем году часть из этих мобильных приложений появится и у кировчан Сегодня кировские спасатели получили новую технику Замминистра МЧС России передал противопожарной службе области Три автоцистерна и три спецавтомобиля Общая сумма техники более 35 миллионов рублей В Кирове состоится пятый ежегодный герценовский бал Вальс, кадриль, мазурку и полонез исполнят танцоры из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Перми и Екатеринбурга Дамы будут в пышных платьях, а кавалеры во фраках и военной форме 19 века Бал пройдет в субботу в библиотеке имени Герцена Впереди вас ждет короткая реклама, она пройдет быстро Не переключайтесь и смотрите сразу после нее Киров готовится к соревнованиям ралли-вятка Гонщикам предстоит ориентироваться ночью по карте, ездить по льду И при этом не нарушать правила дорожного движения Подарить детям сказку до благотворительного арт-маркета чудопада Остались считанные дни В Дворце культуры Родина прошел ливень В Киров привезли уникальное танцевальное шоу «Под дождем» Эти и другие новости уже через несколько минут В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем Гонки по снежному бездорожью В пятницу 18 декабря в Кирове стартует соревнование для любителей скорости ралли-вятка На два дня к нам приедут гости из Москвы, Перми, Сыктывкара, Нижнего Новгорода Сегодня в администрации поделились планом праздника Общая протяженность ралли в этом году составит 207 километров Из которых чуть больше 95 пройдут в статусе боевых Гонщикам предстоит ориентироваться ночью по карте ездить по льду И при этом не нарушать правила дорожного движения Маршрутную карту для участников разделили на три зоны Первая – лесная сказка Под утро – спецучасток Сидоровка И новая трасса – Вятский-Лапоть У нас предполагается временное ограничение движения транспортных средств С 7 часов до 8 по маршруту от города Киров Поселок Сидоровка от улицы Порошинской И с 8 часов до 11 всех видов общественного и личного транспорта По данному же маршруту Рядом с жилыми домами будут дежурить машины скорой помощи, полиции и пожарных служб По результатам двухдневного заезда выберут победителей Которые отправятся на очередные этапы Кубка России Сбор участников запланирован в 6 часов вечера 18 декабря на Театральной площади Всех кировчан приглашают на старт Не пропустите на новогодний чудопад Совсем немного времени остается до большого благотворительного арт-маркета А он пройдет уже в это воскресенье в клубе Гауди Холл Часть собранных средств будет перечислена в помощь детским домам и интернатам города и области Достаточно просто прийти на мероприятие и купить любую понравившуюся вещь Чудопад – отличный повод выбрать подарки родным и близким на Новый год В арт-маркете примут участие мастера прикладного творчества, художники, дизайнеры и производители местных товаров Часть собранных с продажи средств будет перечислена детям Также работает мобильный сервис «Чудопад» Пожертвовать деньги можно не выходя из дома Для этого отправьте смс на номер 4647 со словом «Чудопад» и суммой, которую вы хотите подарить Стоимость одного сообщения 6 рублей 20 копеек с НДС И еще очень важная деталь После отправления смс на телефон придет ответное сообщение с запросом подтвердить сумму пожертвований Если его проигнорировать, платеж не пройдет Во дворце культуры Родина прошел ливень Необычное для зимы погодное явление Привез в театр танца искушения Гости из Санкт-Петербурга Показали кировчанам, что танцевать можно и нужно в любой непредсказуемой ситуации По тоннам воды у артистов не было ни одной репетиции Как зрителям с первых рядов удалось при всем этом остаться сухими, расскажет Юлия Косолапова Дождь в середине декабря Это не спецэффект, это самая настоящая вода, которая потоками льется с потолка Эмоций добавляет и свет, который сверкает, как настоящая молния В первые секунды кажется, что в зале Дворца культуры Родины началась гроза Чтобы ливень получился настолько реалистичным, монтировщикам приходится тратить на подготовку несколько часов От взгляда зрителей спрятаны десятки шлангов, которые поднимаются на высоту 15 метров Система дождя, все дела, но это секретная установка, поэтому мы о ней не будем говорить Как рождается дождь, знает только руководитель Рустам Надыршин Свою технологию он хранит в тайне Шоу под дождем уникальное в своем роде, и аналогов ему просто нет За одно выступление на танцоров падают тонны капель Вода холодная, но артисты уже привыкли, многие шутят, что так закаляются Самый главный вопрос, который волнует всех зрителей Куда же уходит вода после того, как театр танца искушения выступит? Как рассказал руководитель, никуда Ее откачивают специальными насосами Потому что здесь, в родине, постелили вот такое вот напольное покрытие из линолеума Но линолеум тоже непростой, в отличие от того, который у нас в квартирах Он скользит меньше, поэтому танцоры так ловко могут выполнять прыжки и другие гимнастические трюки При всем этом зрители в первых рядах остаются сухими Искушение это не стриптиз, как могут подумать многие Это настоящее театрализованное шоу, где вместо слов танцы Первый раз, когда танцовал, да, я потерялся Неожиданно очень было, тебе нужно танцевать И тебе в глаза льется вода, делаешь кувырок, весь в воде И так, ах, ощущение Репетиции под дождем у театра никогда не было Дождь артисты увидели и почувствовали только на премьере Театр существует 6 лет За это время танцоры показали свое шоу в 80 городах России, Белоруссии и Германии На данный момент в состав театра входит 12 артистов У нас есть спектакли, они с сюжетом, они с драматургией, с драматическим актером Поэтому, как бы, это, естественно, театр Это не назвать шоу-балетом Это не все так просто Поэтому мы называемся театром Попасть в труппу театра может любой желающий Главное, хорошо танцевать, обладать высоким ростом и стрессоустойчивостью Основная публика, конечно, женщины Отказать себе в таком эстетическом удовольствии непросто Танцоры уверены, что после дождя Могут творить на сцене все Правда, не все площадки в стране приспособлены принять шоу у себя Кировчанам повезло, они смогли увидеть шоу мирового уровня Впереди у труппы Ижевска еще пара городов А вот Новый год никакого дождя, только домашняя обстановка Юлия Косолопова, Игорь Волосков, информационный канал, город И в завершении выпуска прогноз погоды на четверг С него спознакомит Алена Матвеева На Варвару, как правило, наступало время сильных морозов В народе говорили Трещит варюха, береги нос до уха Звезды особо ярко сияют в ночном морозном небе к холоду Красный закат предвещает ясный день А теплая погодка гарантирует богатый урожай льна Так гласят народные приметы А я расскажу вам о погоде на завтра 17 декабря в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой снег Днем минус 12, ночью минус 8 градусов Ветер северный до 1 метра в секунду Атмосферное давление составит 736 миллиметров в ртутного столба Удачного вам четверга! Такой была эта среда, 16 декабря Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» По телефону 54 18 19 С вами был Артем Панекаровских До скорой встречи!